Всем добрый день! Я хочу рассказать вам о том, что невозможное возможно. Поэтому я здесь с ножницами. Представьте себе, как вы думаете, можно ли в этой бумажке сделать такую дыру, в которую я могла бы пролезть беспрепятственно, самостоятельно. Вроде нет, да? Я знаю, что очень многие люди решили бы, что это невозможно. Может быть, некоторые из вас тоже так решили. На самом деле, если правильно сложить эту бумажку и правильно ее разрезать, то все возможно. Просто так бывает, что мы переживаем какой-нибудь такой опыт, да, собственный, когда у нас что-то не получилось, и после этого мы считаем, что что-то уже все, невозможно. Потому что у нас один раз в жизни это не получилось. Или, может быть, это не получилось у целого коллектива, да, у нескольких людей. Возможно, я переживаю, получится дыра не настолько большая, в которую я влезу. Но я надеюсь, что я еще как бы специально сидела на диете для TEDx. Все-таки смогу пролезть. Вот. И то же самое, наверное, происходит с людьми, да, когда они слышат, что им поставили какой-то очень плохой диагноз. Ну, например, гликемия, да. Люди часто слышали, что другие как бы уже неудачно лечились или там не лечились вообще и умерли. Поэтому они считают, что уже все, невозможно вылечиться. А на самом деле вуаля. Ножницы. Так, постараемся ее открыть так, чтобы не, да, не разорвать. А то вы скажете, что я обманщица. Ой. Спасибо. Я очень сильно переживаю, поэтому у меня, возможно, это будет дольше, чем я хотела бы. Да. Карман, спасибо. И вот у меня получилась такая дыра, в которую бы, наверное, пролезла не только я одна, а может быть даже карман влезла. Почему я это показала? Опять-таки возвращаясь к болезням. Очень многие люди, когда им ставят какой-нибудь диагноз, думают, это невозможно вылечить. Например, когда они слышат, что диагноз лейкемия. Вроде бы такое красивое слово, лейкемия, слушайтесь, такое мелодичное. Иногда даже спеть ее хочется. Но почему-то, когда я услышала это слово в первый раз, у меня мурашки по коже пошли. Потому что, может быть, от того, что до этого болезнь эта у меня ассоциировалась в основном со смертью, с кровяными клетками. И вот в голове как-то проносилось лица всех знаменитых и не очень людей, которые когда-то умерли от этой болезни. И хотя моя история, она очень тесно переплетена с этой болезнью, все-таки она больше про маму и ее дочь, которая храбро болится с этой болезнью. Одной моей знакомой девочке, вернее, к маме одной моей знакомой девочки как-то обратилась местная НПО. Ну давайте маму так и назовем, да, мама. Вот. Они рассказывали маме о том, что НПО занимается оказанием помощи для людей, живущих с онкологическими заболеваниями. и рассказывали о том, что в онкологическую больницу очень часто поступают дети уже на терминальной стадии своей болезни. И хотя врачи прилагают все усилия, чтобы спасти этих детей, к сожалению, не всегда это удается. А ремонта в детском отделении уже давно не делалось, и поэтому очень обидно, что дети последние свои дни проживают в жутких, страшных условиях. Женщина загорелась этой идеей, она написала проектную заявку, и выступила как бы в защиту этой проектной идеи перед своим руководством. Но руководство, увидев проектную заявку, сказали, что, знаешь, выбить деньги на ремонт еще какой-то там больницы, где очень большой процент детей, которые вообще не вылечиваются, знаешь, это дохлый номер, забудь. У женщины на тот момент было очень много своих проблем, и она решила, что хорошо, долго спорить не буду, и забыла. Временно, да? Вы не представляете себе, как она сожалела об этом, когда всего 4 года спустя оказалась в том самом детском отделении онкологии. Ее дочери поставили диагноз лейкемия. Должна взять свои бумажки, а то я все не забуду, вернее, все не запомню. И вот, хотя она работала в сфере здравоохранения и думала, что знает все о условиях наших больницах, оказавшись в самой больнице, она поняла, что на самом деле она ничего не знала. Условия могли быть намного хуже, чем она думала. И о том, какие ужасные условия в этой больнице, наверное, она и ее супруг, который даже, может быть, больше времени провел с дочкой в больнице, так как моя знакомая девочка больше привязана к папе, могли бы рассказывать часами, без остановки, несколько суток подряд, как наши моносчи. Но да бог с ними, с этими взрослыми, да? Они взрослые со своими проблемами справятся сами. А вы представьте себе, что ощущал маленький ребенок. Просто подумайте, что вы трехлетняя маленькая девочка, которую оторвали от всего привычного для вас, от вашего дома, любимых игрушек, канала Cartoon Network, да, в конце концов. А вместо этого предложили, чтобы вы терпели неприятные процедуры и любовались грибками на потолке. Ну, понятное дело, что в такой ситуации любой ребенок очень быстро впадает в депрессивное состояние, да? Вдобавок, если вспомнить, что вся прелесть лечения лекемии заключается в том, что первые 7-8 суток ребенок должен постоянно находиться под капельницей. Капельницу не снимают. Практически, получается, вы прикованы к кровати, и даже когда вы горько плачете, мама не может взять вас на ручки. А плюс к этому вы теперь можете общаться с одними своих родителей только через оконное стекло, потому что одновременно в палате может находиться только один из родителей, который присматривает за ребенком. Ну и, естественно, как бы моя знакомая девочка тоже очень быстро начала хандрить. Вот после недели нахождения в больнице, эта девочка, нужно сказать, что она обожает бабочек, и даже она всегда всем говорила, что по китайскому гороскопу она бабочка. Хотя такого гороскопа нет, да? И через неделю нахождения в больнице она попросила свою маму, чтобы мама купила ей крылья, такие же красивые и настоящие, как у бабочки, чтобы девочка могла улететь высоко в небо и никогда не вернуться. Ну, понятное дело, первая реакция мамы — паника, да? А вдруг кустами младенца и глаголит истина. Но мама была не глупая, она взяла себя быстро в руки и начала уговаривать дочь, что если она улетит и не вернется, то по ней будут все очень сильно скучать. Начала обещать золотые горы, только вернись. В тот день дочка оказалась достаточно упрямой, мама так и не добилась никакого обещания вернуться. На следующее утро, когда девочки ставили катетер, мама начала играть с ней в игру. Что мы будем делать, когда ты выздоровеешь? И вот девочка плакала, кричала. Не самая это приятная процедура, когда ищут вену, да? Тычут у тебя иголки и уже полчаса не могут найти вену. Вот, ребенок плакал, а мама смотрела на ребенка с нежностью, на которую только способны мамы. И глядя ей в глаза, рассказывала, что они будут делать. Что они поедут к Санта-Клаусу, на самый-самый далекий север, что они обязательно поедут на сафари посмотреть на ее любимых жирафов, что они съездят в Диснейленд посмотреть на ее любимых мультяшных героев и обязательно запустят на небо тысячу фонариков, как в ее любимом мультике. Девочка вдруг перестала плакать. Она начала мечтать вместе с мамой. С этого момента мама больше не боялась. Она поняла, что дочь начала верить в свое выздоровление. А значит, они уже борются за ее здоровье вдвоем. И значит, они победят. На сегодняшний день девочке 4 годика. Она находится в состоянии стабильной ремиссии. Пол пути, самый страшный, уже пройден. Осталось как бы дело за малым. Почему я вам рассказываю именно эту историю? Я откуда знаю так много деталей? Дело в том, что я и есть та самая мама. И это моя дочь очень храбро борется со своей болезнью. И почему я решила поделиться своей историей? Дело в том, что, будучи в больнице, я видела, как очень многие родители перестают бороться, как только их ребенку ставят диагноз рак. Ну, как-то даже странно получается. Знаете, они вот очень сильно надеются, что ребенок вылечится, но при этом не верят в успех лечения. Но, с другой стороны, это вполне понятно, наверное. Сложно верить в успех лечения, когда каждые 15 дней умирает по ребенку. Иногда с точно таким же диагнозом, как у твоего. Но я бы хотела, чтобы моя история вдохновила хотя бы одного такого родителя. И я была бы тогда очень рада. Потому что, знаете, если не верить в победу, значит, вы уже проиграли битву, даже не начав ее. И мне бы очень хотелось, чтобы все родители, не только те, у которых дети болеют, но и просто родители, вы мечтали вместе с детьми. Потому что, знаете, у детей более живая фантазия. И когда они чего-то желают по-настоящему, они могут это более красочно себе представить, в более деталях. И, наверное, именно поэтому детские мечты, они сбываются раньше. Потому что они более искренни, когда это желают. А мне бы еще хотелось, чтобы мою речь сегодняшнюю услышали в нашем правительстве, наши депутаты, бизнесмены, да и просто люди. Потому что, знаете, нам людям свойственно думать, что все плохое у нас минует, оно как-то пройдет мимо, не коснется моих любимых, меня лично. Но вот моя история с этим самым НПО, когда они ко мне обратились, а я так быстро сдалась. Это яркий пример того, что все, что происходит вокруг нас, оно касается нас всех. Задумайтесь, действительно ли проблема беспризорников и социальных сирот. Это проблема только этих беспризорников и социальных сирот, и может быть правительства. А вы не думайте о том, что эти дети вырастут очень озлобленными на нас с вами, причем как бы не беспричинно. И ведь они и есть то общество, в котором будут жить, если не мы, то наши дети. Каково будет нашим детям? Также вот как бы людям как-то свойственно преувеличить свои проблемы. А все хорошее, что с нами происходит, мы воспринимаем как должно. Так и должно было быть. По-другому быть не могло. А вы попробуйте все-таки присмотреться. Вот даже в моей ситуации, даже когда моя дочь только заболела, и у нее была терминальная стадия рака, то даже тогда было что-то позитивное. Например, моя мама наконец-то переехала поближе ко мне. И теперь, когда по утрам она готовит мой любимый завтрак и следит за тем, чтобы я покушала перед тем, как я уйду на работу, я честно чувствую себя обалованием судьбы. А дочка моя из-за того, что у нее постоянно на одной из рук находился катетер, научилась очень хорошо пользоваться обеими руками. Она сейчас и кушает, и рисует одновременно хорошо и левой, и правой рукой. А еще присмотритесь. Наверняка рядом есть кто-то, кому нужна ваша помощь. Обязательно помогите этому человеку. И знаете почему? Не только для того, чтобы сделать хорошее для кому-то другого. На самом деле, помогая решать проблемы других, вы на какое-то время отвлекаетесь от собственных. А когда в итоге увидите результаты своей помощи, то вы получите такой заряд позитива, который поможет вам бороться со своей проблемой дальше. Вот, например, когда моя дочь лежала в больнице с папой, мы по вечерам очень долго гуляли вместе. И когда нужно было возвращаться в палату, дочь просто крепко обнимала меня за шею и начинала говорить, что она обожает мой запах, требовать, чтобы я пошла с ними в палату. Я не знаю, если есть здесь мама, они наверняка знают. Мне сложно описать, что я в такие моменты вообще чувствовала. И, если честно, как бы я знала, что я не могу сломаться. Потому что если бы я позволила себе сломаться, то я потеряла бы не только дочь, но еще и маму. Понимаете, дело в том, что моя мама, она переживала даже вдвойне. Потому что она переживала за меня и за внучку. А этого я позволить не могла. Это два самых моих любимых человека. И меня спасала моя работа. Так получилось, что я работаю в сфере профилактики ВИЧ. И вот, помогая людям, живущим с ВИЧ, встречаясь с мамами ВИЧ-позитивных детей, я видела, как люди не перестают бороться за здоровье своих детей. Даже зная, что лекарств, которые полностью вылечивают от ВИЧ, на сегодняшний день пока нет. Они, тем не менее, полны оптимизма, полны энергии. И вот эти женщины меня просто вдохновляли. Я восхищалась их мужеством, и это помогало мне бороться со своей проблемой дальше. И самое главное, наверное, что я хотела бы до вас донести, верьте, мечты сбываются. Но только они сбываются только тогда, когда вы верите в мечты своей, всей своей душой. И возможности, они появляются только там, где вы не перестаете их искать, даже когда надежды нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...